35 лет назад, 26 апреля 1986-го, произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, взорвался четвертый энергоблок. В той или иной мере ее последствия затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадали Украина, Россия и особенно Беларусь. Сегодня Александр Лукашенко посещает город Брагин Гомельской области. В Беларуси от COVID-19 спланируют привить не менее 60% населения. В Минздраве пояснили, вакцинация в счету привитого человека предупреждает возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. Но если будет вакцинировано меньше названной цифры, то не удастся сформировать коллективный иммунитет и повлиять на интенсивность распространения вируса. У православных верующих сегодня начинается Страстная неделя, самый важный период в церковном году. Посвящен он последним дням земной жизни Христа, его распятию и погребению. Многодневный Великий пост становится особо строгим. В храмах проходит богослужение, во время которых люди вспоминают события Нового Завета. Бабройск масштабно отпразднует 76-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. 6 мая состоится концерт Руслана Олегно и академического ансамбля песни и танца вооруженных сил Беларуси «Наследие». 7 числа пройдет реконструкция событий Великой Отечественной войны. Уже 8 мая стартует велопробег. Сам День Победы ознаменуется патриотической акцией «Беларусь помнит» шествием ветеранов, работой тематических площадок, автопробегам «Спасибо деду за победу» и кинотеатрам под открытым небом. Мобрущенко Ирина Курочкина выиграла золото чемпионата Европы по борьбе. Состязание прошло в Варшаве. В финале белорусская боролась с полячкой Ангелиной Лысак. Еще одна представительница Могилевской области Вероника Иванова завоевала бронзу. Всего в копилке белорусской сборной семь наград по всем видам борьбы. Одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые.